Все понятно. Игнатий Тихонович, ну вот многих смущает то, что вы против строительства храмов. Можете разъяснить свою позицию в этом? Очень просто. У мусульман так. Если, кажется, три человека или десять, я сейчас не знаю, какое правило, вплотную стоят и не вмещаются, то решение строить вторую мечеть. У нас строят сейчас 440, там в Москве начали, там сколько греха на этом нажили, людей отвращают. Возьми в Екатеринбурге какая буча была. Люди говорят, мы не против, ну зачем это, где мы гуляли, выходили, все отнимают. Места много, храмов полно. В храмах нечем платить за отопление, денег нет. И патриарх прям буквально видно, дрожащим голосом говорит, я 51 год говорил, ходите, а сейчас говорю, не ходите. Это вирус-то, как раз он на место показал, кто мы. А мы ходим, мы молимся в храмы, и тогда ходили и причащались. Они для нас благодатные. Каждому батюшке я подойду, благослови. И старообрядческие, их теперь признали, на тайне, в этом году вроде признали их. У них законы рукоположения, законы иерархии. Я говорю о Новозыпковской и Белокреницкой. А у которых нету, там больше 50 названий. Там это и Беспоповцы, и Кержаки, и там эти Поморцы, и кого только нету. Так по храмам-то все-таки в итоге? Храмы не надо строить, не надо. Это вот, меня говорили, вот вас бы избрали патриархом. Ну, может шутяйно, может серьезно. То есть в жизни все бывает. Я говорю, избрали меня, теперь вы меня слушаетесь. Я теперь даю первый указ. Прекратить строить храмы и часовни. Отдать деньги, где брали, в кредит и прочее. Церковь должна быть свободная. А не так, что я строил, помогал и пришли. Нет. Когда Израиль вернулся из плена, мы читаем книгу Ездры и Неемии. И они соседние народы, мы тоже хотим строить. Она говорит, нет вам счастья в нам. И они сразу стали препятствовать строить. Вот мы, когда здесь регистрацию проходили, в зарубежной церкви, местные что-то не делали, чтобы нас отдел естества не зарегистрировал. Нас зарегистрировали. И когда стали об этом леденение, говорит, я пошел в регистрацию, и говорит, еще не надо, остаетесь в прежнем статусе. Почему? Торговли у нас нету. С тарелкой по храму не ходят. Свечи чисто восковые. Ставит только священник или кто-то помогает, там, помощник где-то. И ни одного агарка за 30 лет нету, ни одного в двух храмах. Догорать в устав включили. А они воруют мешками по сегодняшний день. Они нам не подходят. Никак. И торговля в храме у нас ни рубля не появляется. Висит ящик небольшой пожертвования на храм. Все. Десятина все покрыла. А у них нет десятины. Они всех людей сделали святотатцами. Проклятием вы проклятые, что не платите десятины. И никто не отменял ее. Надо, говорит, было бы то и это исполнять. Не оставлять. Христос сказал. Христос, Бог, участник нашей работы, жизни. Дал небо, землю, воздух, воду. Все. Его участие есть в наших турдах, есть. И Он не просит половину, только десятину. Мне. Вы меня обкрадывайте. Он не сказал, что вы жадные. Меня. То есть, это Его десятина была к нашей зарплате приложенная. С тысячи отдай сотню. Я уж не скрываю об этом, знают. Когда я первый раз услышал, мне 23 года. У меня душа взыграла. Открой, жить, если небо Бог говорит. Испытайте меня. То есть, Бог позволяет Бога испытать. Десятиной. Я ж буквально меня пронзило. Я могу испытать Бога. А я слышу первый раз о десятины. А я математику люблю, я сразу высчитал, сколько и чего. Я решил, буду давать девять десятин. Про себя нигде, ни под крестом не говорил. И прожил жизнь 58 лет. Поэтому всегда на двух-трех работах. А куда деньги девали? Я находил, где печатают Евангелие. А где печатали? Отделенные баптисты, Совет Церквей. И мы туда относили. И там печатали. А что, они юридики. К Богу разберется. Евангелие шли. Тысячи людей обратились через это. А это покошенный, скособоченный разум. Зачем мне нужен? Я делаю так, как подсказывает моя совесть. А на первом месте Слово Божие. И проверяю по святым отцам. Пусть они столько насчитают. Пусть столько просчитают. Это не просто считать, а насчитывать. С интонацией. Ну все. Игнатий Тихонович, ну, Евангелие эти были синодального перевода. То есть нашего, да? Да. Я не признаю никакой реформы. Замена. Бывают некоторые слова. Да, я с этим согласен. Там паки бытия. То есть новое бытие. Ну, там показывают где-то. Есть такие слова, которые можно заменить. Все. И я легко любому докажу, что наш синодальный перевод, который издавался в 1876 году, как издавали в царской России при советской власти все патриархи за рубежом, это лучший перевод за всю мировую историю. Четыре духовные академии переводили. Из трех присутственных дней в синоде один был посвящен разбору, проверке новых поступающих частей перевода. Из них сколько уже? Трое, наверное, канонизированы. Канонизированы. Это я только знаю, которые, а может и больше. Это наш алтайский архимандрит. Архимандрит. Вот. Мы там узнаем еще кто. Филарет. Макарий здесь здешний был.